Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Осознанно пытаемся заглянуть, видимо, сегодня в подсознание. И у нас в качестве главного эксперта, это психиатр-психолог Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Психиатр-психотерапевт. Простите, психотерапевт. За режиссерским пультом у нас Родион Золотарев. И сегодня тема нашей программы заявлена. Психические расстройства, связанные с ковидом. То бишь с этой самой пандемией. Я даже не знаю, с какого боку подступиться. Потому что тема действительно чрезвычайно обширна и связана с тем, что в сознаниях людей действительно за последние несколько месяцев произошли такие глобальные перемены. Я сужу по себе. Как бы Вы могли прокомментировать, что в этом случае, вообще с какого боку действительно подходить к этой проблеме? Ну, начнем с какого боку. Начнем с того, когда это все появилось весной. Как говорят, новое, хорошо забытое, старое. Но мы, к сожалению, этого старого даже забыть-то не успели. Оно все время осталось. Просто за прошедшее время, начиная с весны, появилось намного больше наблюдений. И у врачей по всему миру, но и, наверное, немножко у меня в силу того, что я наблюдаю и своих пациентов, и слышу какие-то истории из первых рук. И вижу, что происходят очень странные вещи. То есть, наверное, все расстройства, связанные с ковидом, разделить на три части. Это как минимум. Первое – это то, что происходит еще до ковида, только, скажем так, в информационном поле. Еще до, когда человек даже заболел ковидом. Второе – что происходит с людьми во время инфицирования, во время всей этой бурной разнообразной симптоматики. И третье – то, что с людьми происходит уже переболевшими. Некий след, остаток, который этот ковид оставляет после себя. И за прошедшие месяцы, особенно за месяц вот сейчас второй волны, это видно очень четко, насколько разнообразен спектр психиатрической патологии при ковиде, начиная от самых легких расстройств невротического уровня и кончая психозами и тому подобными вещами. С чего начинается? Ну, симптом, который самый распространен, наверное, вообще, и при ковиде в частности, который возникает и до инфицирования во время, и после – это тревога. Это тревога самого разного уровня – от легкого беспокойства и легкой нервозности до панических состояний. То есть, что наблюдаю лично я? Люди, испытывая тревогу, кто-то просто старается изолироваться от общества по возможности, кто-то старается изолировать себя, всю свою семью, и страх заболеть настолько силен, причем вроде бы даже у нестарых и физически здоровых людей, что иногда в семьях возникают целые войны. То есть, кто-то запрещает выходить из дома всей своей семьи по любому поводу, и из-за этого возникают ссоры, скандалы, и это не каприз, это не чьё-то самодорство. Это человека искренне охватывает ужас или заболеть самому. Или ужас – я-то справлюсь, но у меня есть престарелые родители, которые этого наверняка не переживут. И таким образом тревога становится всеобъемлющей. Более того, эта тревога начинает, можно так выразить, инфицировать окружающих тоже, она передается. Заразная все-таки эта тревога и паника. Да, да, вот это пространство тревоги – это ощущение ежедневного страха, что вокруг случится, и бесконечный поток новостей и фейковых, и настоящих, и, к сожалению, вполне себе подлинные описания мучающихся людей, умирающих людей. Это всё вряд ли кого-то может оставить равнодушнее. Вы знаете, если продолжить попытку разделить народ и население на категории, то мне кажется, что первая категория, она самая обширная, это как раз категория вот этих людей, которые паникёры, которых новости о ковиде приводят просто в экстаз. Есть огромное количество и среди моих знакомых, люди, которые просто следят, и такое ощущение, что они наслаждаются переживаниями по этому поводу. Вот такое вот странное явление. Есть люди, которые как будто бы как в танке, да, то есть они как бы испытывают какое-то волнение, но они достаточно спокойно ко всему этому относятся и продолжают оставаться на изоляции. Есть люди, которые вообще на расслабоне, им совершенно всё равно. Вот таких среди моих знакомых тоже достаточное количество. Ну и есть люди, которые такие здравомыслящие, пожалуй, самая минимальная категория, которые пытаются использовать время самоизоляции себе и окружающим на пользу. Я думаю, что паникёры, которые упиваются, упиваются, может, немножко слишком сильно сказано, но я бы, наверное, сказал, что в данном случае, когда возникает вот такая всеобщая беда и страх перед ней, как бы это странно ни звучало, страх перед ковидом, попытка уберечься и уберечь близких, когда все мысли посвящены этому, это очень наполняет жизнь. У жизни, наконец, появилось не просто ежедневное хождение на работу, есть такой вот повседневный ритм, дом, работа, спорт, развлечения и так далее, всё какое-то. И вдруг что-то произошло, что встряхнуло весь мир. И тебя вместе с ним, естественно. И вот мысли о том, что, боже, что же происходит и что теперь делать, они очень наполняют существование. Ну, представьте, человек, который вдруг ходил себе на работу, вдруг ему надо спасать свою жизнь. Это, конечно, не очень приятно, но очень острое ощущение. Возможно, то ощущение, которое он пережив, потом будет вспоминать, рассказывать внукам, какие были времена и так далее, и так далее. Кроме того, если мы говорим о том, на какую почву падает ковид, естественно, люди тревожны изначально, а есть люди просто тревожного склада, сами по себе. Неравнодушны. Нет, нет, дело не неравнодушны, а именно тревожны. У них какой-то уровень тревоги изначально, основной уровень выше, чем у среднего человека. Они будут переживать в самых разных вещах по поводу работы, семейных дел, педантичные люди, перфекционисты и так далее, и так далее. Их таких достаточно много. И с этим более-менее можно жить, и даже, в общем-то, из педантичности можно сделать хорошую базу для карьеры, потому что ответственный умный педант всегда сделает карьеру в определенных областях. Он надежен, он не поверхностен и так далее. Но вот когда семена ковида падают на уже подготовленную почву, где уже тревоги полным-полно, тогда эта тревога взвивается, как, не знаю, извержение вулкана, можно сказать, или еще как-нибудь. И вот тогда происходят вспышки очень сильные. Это тревога, которая затопляет все вокруг, это тревога, которая охватывает близких, друзей, это тревога, которая из любого человека, который, по твоему мнению, не соблюдает правил, делает смертельного врага и так далее, и так далее. Вот у меня так получилось. Я уже, не знаю, к счастью, наверняка, я ковидом переболел так быстро как-то с ним справился и выскочил уже с достаточным количеством отитела. Тем не менее, у меня огромное количество, не огромное, некоторые друзья, которые были близкими друзьями, они теперь считают меня человеком-изгоем в какой-то степени и не общаются со мной, потому что, не-не-не, ты вот давай там отсиди дома, потому что как-то не время общаться, безответственно ведешь себя. И вот как-то вот этот момент для меня кажется тоже странным. Я не был к этому, честно говоря, готов. Почувствую себя прокаженным, Георгий. Да, да, в какой-то степени. Пора, как в средние века, носить колокольчики. Вот. Я думаю, что есть люди, для которых защита от этой тревоги, как мы знаем, одна из известных защит, способ защиты, называется отрицание. То есть то, что сейчас нынче называют ковид-диссиденты. Люди, которые приписывают ковид чьему-то изобретению, Биллу Гейтсу, еще кому-нибудь, что это способ манипулировать населением, отобрать деньги и тому подобное. Это тоже такая защита. Если все это вранье и во все это не верят, значит, нет повода бояться. Но даже неверие в ковид, это тоже очень активное неверие. Это же вера. Заметьте, людей, которые, ну, они не верят себе и не верят, они тоже есть. Но обычно те, кто не верит, должны всем рассказать, что они не верят, написать в соцсетях, что они не верят. Это как бы такая, мне кажется, как немножко шаманизм. Только если повторять снова и снова «я не верю», то авось и правда не случится. И это тоже защита имеет право на существование до тех пор, пока эти люди не начинают ставить под угрозу жизни окружающих. То есть, насколько я понимаю, у нас это, по-моему, нет. Но, насколько я читал, в разных странах устраивают демонстративные вечеринки без масок и прочего, продемонстрировать, что нам все равно. Социум очень сильно меняется. Если следить действительно за новостями, то происходят очень странные вещи в разных странах. И люди протестуют. И вот у меня дочь, она в Англии живет, я с ней периодически связываюсь. Она говорит, что, я спрашиваю, что происходит, она говорит, что все люди сейчас, у них глубокий локдаун, все люди покупают на вынос еду, садятся демонстративно на улицах и начинают это все дело поглощать, совершенно игнорируя всяческими правилами. То есть, как бы, в общем, все это странно выглядит. Ну и... Что-то большинство делающих людей, скорее всего, молодые люди, которым даже чисто статистически, теоретически, мало что угрожает. Увы, они не думают о своих родственниках, которые несколько постарше. Что еще может быть, чему лично я был свидетелем предулинений неинфицированных? Лично я был человек, у которого страх перед ковидом вылился в настоящий психоз. То есть, в настоящий психоз человек был абсолютно убежден, что у него ковид, то, что у него делали какие-то анализы, несколько раз повторяли, все они были отрицательны. Он объяснял, ну это же понятно, потому что он у меня не в горле, а уже в кишечнике, и туда никто не может попасть. Поэтому его нельзя диагнозировать. Но он у меня есть, и я умираю. И в спать, чего он умирает? Он говорит, что у меня уже есть почечная и печеночная недостаточность. Хотя все анализы, которые мы делали, были в норме. Но все равно вот это, когда мы переходим на другой уровень, так называется уровень бредовый, бредовое расстройство. Человек есть бред заболевания, он не в состоянии воспринимать реальность, он не в состоянии критически относиться к этому, и никакому переубеждению с помощью врачей, он не поддается, увы. И это уже случай, где необходимо серьезное лечение. Ну, это наверняка единичный случай. А если говорить о глобальном происходящем, то надо заметить, что люди сообразили, что как-то очень просто потерять работу, и действительно огромное количество безработных, это тоже очень глобально сказывается, и давит, видимо, на людей. К всему прочему, люди устают друг от друга, потому что понимание или ощущение личного пространства тоже нарушается. Люди постоянно находятся как-то вместе и наряду. Или в результате этого тоже, я так полагаю, происходят какие-то психические изменения в сознании человека. Есть люди, для которых это совершенно замечательная ситуация. Сейчас наступило время интровертов. То есть я лично знаю, есть знакомые, люди с высоким интеллектом, с любимой профессией. И они говорят, мне прекрасно. Мне прекрасно. Мне нет, мне необходимо с кем-то общаться. Я только занят своим делом. Я никогда не любил путешествовать, потому что никто не путешествует, меня особо не волнует. Я не люблю ходить по ресторанам, и мне и так хорошо. Есть люди, для которых эта ситуация, они, кажется, никуда более подготовлены, чем обычный средний человек, который есть потребность в общении, в путешествиях, в социальных контактах и так далее. Поэтому, конечно, в это время быть интровертом в чем-то очень хорошо. Можно я тоже поделюсь своим опытом? Дело в том, что я совершенно не интроверт, никогда не думал, что я интроверт, и я люблю путешествовать. Но самоизоляцию я воспринимал как уединение. И я действительно очень много времени стал посвящать себе занятиям, каким-то хобби у меня появилось несколько. И у меня просто по плану день происходит по намеченному плану. Я знаю, что мне нужно сделать это, я себе это все подготавливаю. И мне очень стало интересно быть самим собой. Я не испытываю какого-то дискомфорта от того, что у меня нет возможности пойти в ресторан с друзьями, выпить пиво где-то или что-то такое. Общаюсь с кошкой и чувствую себя достаточно комфортно. Не знаю, может быть, это тоже как-то что-то непорядок со мной. Не знаю, если вам хорошо. Чем же это непорядок, Георгий? Я думаю, если есть возможность к себе прислушаться в покое, что-то в себе открыть новое, хорошая возможность. Потому что вы справедливо заметили, что одно из даже не связанных как напрямую с ковидом, но волна тревоги, да, это люди, у которых наступили проблемы с доходами. И это и тревога, и это депрессии, которые на фоне этого развиваются. И есть люди, которых депрессия и глобальный порт, чем будут кормить свою семью. И если раньше стало плохо в одной стране, сможешь их на заработки в другую, теперь уже примерно везде одно и то же происходит. И не поедешь никуда. Поэтому, да, один из факторов, который провоцирует развитие тревожных и депрессивных расстройств, это экономическая ситуация. И она, к сожалению, объективна. Если с ковидом у кого он есть, у кого он нет, можно себе прислушиваться и волноваться, то наличие или отсутствие источника доходов и перспективы возобновления их, это совершенно объективная реальность. И тут наверняка не поможет изменение отношения к ситуации, потому что если ты не можешь изменить реальность, поменяя свое отношение к реальности, к ситуации, в данном случае как поступают люди? Ну, в общем-то, этот принцип известный для того, чтобы избежать депрессии, просто меняешь свое восприятие ситуации на какое-то положительное. Если бы это было так просто. Да. Извините, увы, но здесь начинается ситуация выживания. Ситуация выживания. Я, честно говоря, я не знаю, есть ли это у нас, по-моему, я не слышал, я, честно говоря, на месте нашего правительства сделал бы какие-то службы психологической поддержки, телефоны и тому подобные вещи, куда можно обратиться. потому что одна из отвратительных черт тревоги, если тебе не с кем ее поделиться, это переполняет, закипает и возрастает в разы. Начинается паника, и часто еще люди, кто слишком ответственны, говорят, мне не могут разговаривать с своей семьей. Зачем мне грузить людей, которые мне ничего плохого не сделают, им будет только хуже. И человек уходит все глубже и глубже в эту депрессивную историю. Поэтому... Какой выход, чтобы не впасть в глубочайшую депрессию? Что нужно в таких ситуациях делать? Вообще, какой-то прикладной, может быть, способ? Ну, я думаю, хоть какой-то источник заработка без наших советов будет сказать любой человек. Это точно. Я думаю, что необходимо разговаривать с близкими людьми, если есть таковая возможность. И если кто-то разговаривает с тобой, желательно не отделаться от него советами, вроде не парься, все будет хорошо и тому подобное. Ну и, наверное, у нас есть психологи, психотерапевты, социальные работники самых разных уровней. И я думаю, хоть как-то, хоть за какой-то помощью обратиться, лучше, чем одиноко тонуть в тревоге и страхе. Дальше мы переходим к тому, что происходит во время самого ковида. Я разговаривал с моим пациентом, с моими знакомыми, которые живут за границей, которые переболели, и я с ними разговаривал в процессе этого состояния. И картинка, конечно, очень разнообразная. Есть люди, которые, так же, как вы, Георгий, которым посчастливилось, перенести это крайне легко. Так, поболели по температуре, или закончилось. Есть люди, причём это не, я этих людей знаю, это не неженки, это не люди, которых жизнь всегда баловала, засыпала цветами. Это люди, которые в жизни прошли через множество испытаний. И я слышал фразы вроде «ничего страшнее в жизни я не испытывал» или «не испытывал», если ты речь, это женщина. то есть это ощущение какое-то нарушение мышления. Люди говорят, я не способен ничему сосредоточиться, я не способен читать, я не способен смотреть телевизор. Мысли обрываются, мысли исчезают, чувство потерянности. От всего этого нарастает чувство тревоги, чувство беспомощности, чувство страха. И при том, что мы имеем дело с болезнью, которая мало изучена, люди не понимают, чего им ждать, и это еще страшнее. Неопределенность. То есть человек, который достаточно сильного характера в жизни прошел, говорит, я просто сидела и плакала. Просто сидела и плакала, потому что у меня было полного бессилия, потому что у меня было ужасно плохо, потому что я не знал, что со всем этим делать. И я не знал, чем все это закончится. И в этот момент начинаются тяжелейшие депрессии, которые можно упустить. Одна из самых мрачных историй, которые мне рассказали, это, ну, достоверно, это друг моего пациента, который жил в Белоруссии, он слежал с ковидом в больнице, он прожил 12 дней, ему было вот так вот ужасно плохо, он кричал, что я так не могу, через 12 дней его выписали, скажем, в хорошем состоянии, может отправляться домой и долечиваться дома, и в тот же день он выбросился с 11 этажа. Он пришел домой и выбросился с 11 этажа. У него осталась жена, двое детей и так далее. и так далее. Можете представить, что происходит с человеком, каков уровень его мучений и его искажен восприятие реальности, вроде бы уже выписан из больницы, и вроде же 12 дней прошло и все вроде не так страшно, и он кончает с собой. То есть это серьезная, тяжелейшая депрессия, которую, наверное пропустили, и тут, не знаю, мне трудно наверное здесь даже врачей осуждать, что при том потоке больных, которые сейчас есть, я думаю, что практически везде медицина не справляется. Врачи, это видимо отдельная категория, потому что они находятся на переднем крае как раз борьбы. Да, они очень измучены, и когда они проходят поток вот таких пациентов, когда они должны успеть спасать жизни, но некогда им слушаться, есть депрессия или нет. Ты, слава богу, не умер, тебе не нужно вентиляции легких, есть новые и новые люди, которые надо спасать. Поэтому в данном случае, наверное, тот момент, когда врачам было не до того, а близкие, даже не предполагали, что такое может произойти, никто не знает, что это и болезни ждать. Поэтому на сам ковид приводит и к таким ситуациям тоже. То есть, наверное, из всего этого единственный вывод, который можно сделать, если уж так сложилось, что у вас самого или у ваших близких, подобная история, обязательно стоит обращать внимание на свое или его психическое состояние. Обязательно стоит вслушиваться, нет ли этих безнадежных депрессивных мыслей, нет ли мыслей самоубийств. То есть, такие люди нуждаются в присмотре, в общениях. Это сложно, когда надо как-то сохранять изоляцию. То есть, наверное, здесь предстоит еще, я думаю, здесь будут написаны много статей на эту тему, здесь предстоит вырабатывать целую отдельную систему помощи при психических расстройствах. поскольку сам человек не всегда в состоянии адекватно определить свое состояние психическое. К сожалению. Что еще возможно, если говорить о психозах? То, что описано сейчас в английской, в американской прессе, это больше касается людей преклонного возраста. За 65, 70, 80 и так далее. Есть такое состояние, которое называется делирий. Это внезапно начинающее состояние, обычно проявляется полной спутанностью сознания, дезориентацией, то есть человек не понимает, где он находится, человек не понимает, кто вокруг него, он дезориентирован в пространстве, во времени, в самом себе, в чем угодно. Беда в том, что этот делирий, для людей такого возраста, он очень тяжело переносится физически, он бьет по сосудам и иногда приводит к смерти. И, насколько я понял, уже описано, что если у людей помоложе ковид начинается и проявляет себя, ну как, горло, кашель, температура, потери, обоняния и вкуса и так далее, то у людей такого возраста часто начинается именно с делирия, сразу. а у людей такого возраста делирии бывают и без ковида, у людей преклонного возраста, поэтому, наверное, на сегодняшний день, если у пожилого человека или человека преклонных лет начинается подобное явление, имеет смысл добиться проверки его на ковид, потому что, возможно, нуждается в лечении не только от этого психотического состояния, но и от ковида в первую очередь. Да, все очень замысловато, сложно как-то все понять, и, вы знаете, давайте, может быть, какие-то позитивные все-таки моменты поищем, мне кажется, что в привычку людей, которые теперь моют руки, должна, да, эта привычка как-то укорениться, в конце концов, люди будут ценить личное пространство тоже, может быть, и как-то в этом смысле какие-то будут продвижки, будут воспринимать одиночество свое как уединение и как-то в большей степени могут обращать взгляд вовнутрь себя, не считаете, что это как-то принесет пользу? Это само собой, я думаю, что люди и руки будут мыть, и, возможно, потихоньку исчезнут рукопожатия и появится еще, и, возможно, как уже говорилось, что-то так и останется на удаленном работе, обучении, или еще, не знаю, хорошо это или нет, но так будет. Мне вот очень нравится на удаленке работа. Как кому? Как кому? В коей профессии? Мы еще не затронули тему того, что происходит после ковида. Вот вроде человек уже прошел эту болезнь, у него анализы негативны, но есть такое понятие остыния, ослабление. Остыния физическая, остыния психологическая, то есть люди описывают, что, вовсе, анализы у них уже негативны, молодые, здоровые люди, которые занимались спортом, активно и так далее, поднимаются на второй этаж с одышкой, у них колотится сердце, у них начинается страшное головокружение, и, насколько я понимаю, это состояние дляться месяцами после ковида, тем, кому особо не повезло, может, дляться очень долго. И это тоже, в общем-то, даже для людей, которые уже пережили и справились, это тоже источник тревоги, безнадежности, подавленности, потому что этот человек накоплен десятилетиями материал статистически об инфарктах и про инсульт и прочих заболеваниях. Есть какие-то представления, сколько это продлится, какие нужны реабилитационные меры, что нужно восстановление и так далее. Мы живем в неизвестности. Это самое, пожалуй, сложное, жить в неизвестности, когда не знаешь, что будет завтра. Это вызывает в большей степени тревогу, как раз-таки все переживания, связанные с депрессией, я так понимаю. И когда человек испытывает уже вроде бы анализы негативные, он переболел, вроде все самое страшное позади, а ему по-прежнему плохо, и выскакивает самые разные вещи. У кого-то нарушение сердечного ритма, у кого-то просто это общая слабость, уголовокружение, у кого-то страдают когнитивные функции, ему стало много труднее соображать, запоминать, концентрироваться на чем-то. А есть люди, у которых больше всего умственная работа, они чувствуют себя еще более беспомощными, они чувствуют себя ущербно в своей профессиональной сфере. и поскольку никому непонятно, сколько это продлится, как закончится, тут тоже начинаются достаточно серьезные депрессии. Тут тоже начинаются депрессии, тревоги, и у кого-то и без того, возможно, страдающая падает самооценка. Вообще, еще раз говоря о том, как люди реагируют на ковид, всегда важно думать, кто ты вообще, на какую почву это все падает. Как уже говорю, у тревожных людей это усиливает тревожность очень сильно. У людей замкнутых, которые переживают все в себе, наверное, для них это тяжело, потому что они вообще не привыкли делиться и искать помощь. И это тоже не очень хорошо, потому что, как мы уже заметили, если не искать помощь, может закончиться все более, чем трагически. Поэтому, наверное, у нас у всех, всегда говорю своим пациентам, что нет склада личности, у которой есть одни плюсы или одни минусы. Всегда у каждого типа личности есть и слабые, и сильные стороны. Наверное, людям, допустим, то, что называется сангвинического темперамента им в чем-то полегче. Они более жизнерадостные, они... Холерики страдают не только от холеры. Да. Ну, хорошо, что бы можно было посоветовать нашим радиослушателям, если кто-то действительно подвержен каким-то особенным переживаниям и чувствует, что он впадает в депрессию, может, еще пока этого не осознают, какие-то прикладные способы, как пытаться все это избежать, куда обращаться, в конце концов, как вести себя, какие-то, может быть, есть, ну, не знаю, обычные, банальные, не побоюсь этого слова, способы, которых нужно было бы вспомнить, прибегнуть. Во-первых, наверное, все главное не замыкаться в этом. Конечно, если ты уже инфицирован, то ты вынужден быть в некой изоляции, но даже в этой изоляции, благодаря современным способам связи, у тебя есть все возможности не быть одному и уж точно не оставаться наедине с этими тревогами и страхами и так далее. Во-вторых, наверное, если мы сейчас будем больше говорить о людях, которые находятся в страхе и тревоге, не дай Бог заболеть, это тревог, которая тебя заживо переваривает. Совсем не то, через что стоит проходить. Что? Для этого есть давно проверенные способы. Есть дыхательная гимнастика, которая можно найти в дом в любом ютубе. Очень простые техники, брюшное дыхание, которое помогает успокаиваться, сбрасывать напряжение. Есть медитативные техники, есть старый добр аутотренинг, есть то, что называется тайцзи цюань, йога и так далее. То есть любые способы для того, чтобы успокаивать свое сознание, работать с ним. То есть я думаю, что учитывая, что высокий уровень стресса для иммунитета крайне нехорош, для того, чтобы мы были более защищены от таких, от инфицирования, наверное, работа со своей тревожностью, работа со спокойствием, любые техники, которые дают больше спокойствия и стабильности, они их стоит практиковать, потому что хоть на какие-то проценты это уменьшит ваш шанс официроваться, ваша иммунная система будет способна давать отпор вирусу, то уже хорошо. Во время самого ковида все-таки будет главный акцент на лечении самого ковида, но опять показывает опыт, если есть какие-то тяжелые психические страдания, поэтому стоит попытаться хотя бы поговорить с лечащим врачом, потому что если человек находится где-то в стационаре, могут вызвать психиатр-консультант в конце концов. Мне вообще кажется, что пандемия случилась не просто так, что не потому, что есть какой-то глобальный заговор, а у нас есть у человечества есть глобальная возможность как-то заняться интроспекцией, взглянуть действительно на проблемы, которые находятся внутри нас, потому что мы как-то, знаете ли, все зашорены, бежим куда-то в погоне за длинным рублем за славой или за какими-то эфемерными целями, а тут все это нарушается, вся эта система и у каждого человека есть возможность действительно обратить внимание на себя, на личность как-то, может быть, заняться саморазвитием в конце концов. Я думаю, что для любого человека это полезно. Я думаю, что у каждого человека есть возможность взглянуть в себя и заняться саморазвитием, независимо от того, есть ковида или нет ковида. И наступление ковида, конечно, хороший способ сидеть в изоляции и заняться собой. Но, к сожалению, мне кажется, очень многие сидят в изоляции начинают пускаться в интернет-баталии бесконечные, что точно не влечёт за собой никакого саморазвития. Я думаю, что у нас это универсальная вещь – прислушаться к себе, куда я трачу своё время. Просто ковид нам напоминает, что мы никогда не знаем, сколько его осталось, и в каком качестве мы будем жить дальше, каким будет качество нашей жизни. Для всего этого есть возможность, наверное, оптимистичная вещь, что человек, который переболел ковидом, тяжёлым ковидом, у него и появился какой-то второй шанс. Люди склонны думать, что всё не просто так, и мне дан второй шанс – окей. Если это мысль для того, чтобы позволить себе в себя вслушаться и попытаться в жизни сделать что-то, чего ты до сих пор не успевал, или всё время откладывал на потом, потому что сейчас много разных дел, а это когда-нибудь успеется. А вдруг не успеется? И это, хочу сказать, банальности, наверное. Возможно, пройдя через испытания ковидами, надеюсь, что появится вакцина, и мы через неё пройдём. И это пройдёт. Что тревога, если тревожно за свою семью, за своих близких, это повод не только их сажать под замок, это повод тому, чтобы успевать радовать их и радоваться им. Это повод тому, чтобы успевать проводить вместе больше времени. Это повод для того, чтобы понимать, как важно быть друг с другом открытыми, откровенными, как важно прощать друг другу мелкие грехи и недостатки и так далее, потому что есть вещи поважнее и поглобальнее. Если это эпидемия, не знаю, что было с человечеством после эпидемии, и чумы осталось не так много, и что поменялось в людях, но мне кажется, сейчас у нас есть, дай Бог нам всё это пережить, у нас есть хороший шанс начать слышать себя, слышать своих близких и не дожидаться каких-то глобальных кризисов, чтобы дать друг другу понять, насколько мы друг другу не безразличны. Умерить собственный эгоизм. Наверное, так можно было бы подвести итог происходящего вокруг. В качестве пандемии действительно у людей есть возможность как-то действительно попытаться отдавать в большей степени, нежели чем брать или потреблять. Я думаю, что это полезно в целом. Если это станет заразным, умерение собственного эгоизма, то можно говорить о положительных моментах в этой пандемии. Время покажет. Время нашей беседы подходит к концу. И спасибо огромное. Мы говорим о Реле Резнику Мартову, психиатру и психотерапевту, нашему сегодняшнему гостю. Ну и не болейте, конечно, друзья мои, ни физически, ни психически. Спасибо. Всего доброго.